итак всем привет сегодня мы будем распаковывать с вами вот такого японца монстр киёшка киёшка dmt vr называется модель либо просто dmt чтобы не мучиться ее названием значит монстр 10 масштаб приклеена отклеена это была аппаратура это наши боксы 10 масштаб вот такого вот размера на самом деле я вам хочу сказать что достанемся масштаб трогий 10 но размера он немного больше чем 10 я реально дал ему размер 9 что-то между до средней застряла у нас в комплекте мы получаем инструкцию получаем наклейки которые можно наклеить да кстати он без наклеек реально вот так лично мы наклеим аппаратура 2 и 4 гигагерца сначала по таким вот составляющим kt200 собственно такая бюджетная скажем так киошевская аппаратура питается четырьмя пачками аккумуляторами ну и здесь минимум настроек которые есть у нас и баллонник шестигранники и еще какие-то три запчасти непонятные потом изучим и так ешка наш значит это 10 масштаб как я напомню да по размерам реально довольно таки прикольный корка еле открывается очень тугие клипсы оснащается bk системой бесколлекторный в другой вариации он не продается только бесколлекторная система приличного размера колеса реально то есть какой плюс еще могу отметить что здесь у нас установлен 17 хекс обычно на 10 масштабе идет 12 хекс здесь 17 поэтому колесики можно на него побольше поставить так двигатель у нас две вроде бы 2500 и 2400 оборотов на вольт регулятор так небольшого размера отмечу плюс что здесь стоит защита грязи защита скажем так всякой грязи до защищает наш мотор серву нашу и регулятор но она крепится на три винта то есть снимать если вы хотите объяснять будет немного неудобно но чтобы установить сюда аккумулятор нам нужно отсоединить только две клипсы и все так минус какой я здесь отмечу что нет в стоке влагозащиты то есть это реально минус да будут проблемы у нас примеру с мойкой данного автомобиля вот такой непонятный бокс него под аккумулятор но вряд ли придется откручивать эти винты да и вот здесь вот у нас ну нет нельзя регулировать не понимаю зачем два вот этих вот в конце упора скажем так так еще минус какой я отмечу здесь это колеса до большие но протектор конечно не внушает доверия то есть напоминает какую-то китайскую химота катану с маленьким протектором то есть реально очень маленькие углубления значит по подвеске здесь вроде как взаимозаменяемая то есть перед зад у нас одинаковые рычаги установлены и кулаки также подвеска регулируется металлические шестерни здесь установлены в наших дифференциалах их здесь три привода тоже металлические и полный карданный привод центральный кардан тоже металл в общем-то в принципе тюнинга тачка не должна требовать да я вижу она у нас мягкая поэтому нужно ее немного поджать также плюсом на самом деле не знаю вот по времени эксплуатации резьбу на корпусе я не отнесу к какому-то плюсу пока тачка чистая пока она новая это да но если мы хотим на треке то есть ну где-то катаем до амортизаторы все грязные мы хотим подкрутить это будет уже проблематично сделать в то время как поставить проставку на амортизатор довольно таки проще реально то есть резьбу на корпусе я не отмечу как какой-то плюс и также у нас здесь шестка все алюминиевая то есть огромный плюс шестку мы пополам принципе не сломаем да все наверное вообще на самом деле за эти деньги считаю тачка должна быть достойная то есть принципе должна быть прочная но есть еще одно какое что питается на максимум от двух баночного аккумулятора то есть это 7 4 вольта поэтому супер мощности я думаю ждать от нее не стоит все-таки хотелось бы три банки но и здесь нету да все реально очень простая конструкция тачки все в принципе в доступности ничего никак тут не закрыто да то есть реально все у нас все перед нами смогу для сравнения достать стемпеда с мелкими колесами отмечу это другие колеса я покупал вот колесики здесь конечно мелкие и для сравнения оденем корки и мы посмотрим что это оба десяток масштаба два десяток масштаба корка не одевается да то есть вот это я реально отнес бы какому-нибудь девятому масштабу тачка реально больше чем наш стемпед даже та же самая корка вот так вот смотрится на нашем стемпеде она больше вот поэтому ну не знаю а траксис иногда пишет что у них и еревы и макс и саммит это 10 масштаб ой все развалился на самом деле просто корка так ладно еще кстати отмечу здесь два бампера сзади спереди довольно таки мягкие поэтому должны неплохо отрабатывать удары имеют крепление как снизу так и деформирующиеся крепления сверху что передней что задней причем одинаковые до крепления но бампера немного отличаются да поэтому тачка в принципе достойная я считаю за эти деньги должна поэтому посмотрим как она будет себя вести в эксплуатации меня теперь ждет перепайка разъемов на месте 90 и в конце видео смотрим запуск естественно первые полностью запуска другие ролики можно посмотреть будет на втором канале не забывай подписываться на второй канал ссылки есть в описании не забываем про группу вконтакте про сайт про сайт и про инстаграм это я так между делом значит все смотрим как ездит сейчас перепаяю да и выберусь погонять на ней смотрим все всем спасибо пока а а Продолжение следует...